Наша съемочная группа вместе с сотрудниками Россельхознадзора на одном из двух официальных елочных базаров в Рязани. Задача простая. Не только проинспектировать новогодние деревья, но и выбрать то, что украсит дом в празднике. Советы от специалистов звучат уже со входа. Она должна быть с хвоинками, которые не пожелтели. Можно провести рукой по хвоинкам. Если они остаются на руке, значит они уже где-то начинают осыпаться. Хвоинки должны иметь запах. Обязательно хвои. Если присутствует смола, то это тоже очень хороший показатель, что елочка здоровая. Плюс на елке не должно быть плесени, а нижние ветки деревца стремится вверх. Кстати, могут возникнуть недопонимания из-за разности сортов. Некоторых, говорит предприниматель, смущают желтые иголки на вот таких экземплярах. На деле же это орегонская сосна из Канады. И это норма, а не исключение из правил. Кстати, по словам продавца, она простоит дольше обычной. Выбрать елку нужно по пушистости и смотреть, что вот так вот елку делаешь, игла, вот видите, она не осыпается. Ее надо вот, даже выдергиваем, она не осыпается. Вот, значит, елка хорошая. Если те елки, которые прошли карантин в Россельхознадзор, они, если сертификат, они будут стоять долго. Близко к батареям не ставить. Вот, и желательно ель не ставить в воду, а сосну ставить в воду. Другой важный вопрос. Нужно не стесняться просить у продавца необходимые документы на деревья. Список очень даже небольшой. Необходимо иметь при ввозе из регионов Российской Федерации или, допустим, из-за границы на руках карантинный сертификат или акт карантинного контроля, который будет подтверждать, что елочка соответствует единым карантинным требованиям. Спрашиваем у предпринимателя, на месте ли они. Абсолютно верно, все есть. А можете, да? Да, мы можем показать вам. Вот мы известили вот Россельхознадзор, вот извещение вот Россельхознадзора. Вот это вот оно. Вот он, карантинный сертификат у нас, Пермский край, Ильинский район, в Республику Мордовию, Саранск город. Он выпишен на 500 штук. Как мы уже говорили, в Рязани всего два официальных елочных базара. Один на Кудрявцево, близ ЦНТИ, другой на Высоковольтный. Например, здесь 400 сосенок и елей. И на все есть необходимые документы и сертификаты, чтобы новое деревце радовало домочадцев все праздники.